Воложу об основных итогах той работы, которая снялась в Афганистане Федерации, и о том, что удалось, что не удалось сделать. Дивизионная комиссия отметила ряд недостатков по работе. Мы поручили управлению принять необходимые рассмотреть вопросы необходимой меры. Я думаю, что нужно продолжать работать на таком ключе. Я полностью поддерживаю то, что было сказано об открытости и прозрачных решений, документов в правлении Обязательного совета Федерации в целом. Все это в открытом доступе. Все это должны быть и обсуждать. Сразу скажу, что для меня одновременно было положительным и аффициентным сюрпризом, и то, что ряд регионов федераций активно участвовали в обсуждении тех предложений, документов, идей, которые размещаются на сайте. Но большинство федераций не участвовали в обсуждении. Несмотря на то, что документы, предложения размещаются на сайте, то есть в федерации предложения не выступали. Вообще никакие. И мне кажется, это довольно странным. С точки зрения развития шахтов России, я думаю, что региональные федерации не стоят наиболее активную позицию по тем вопросам, которые обсуждаются. В феврале российской шахтовой федерации исполнилось 20 лет, чем я вас всех поздравляю. Мы, по сути, ровесники нового соревнования России. Я думаю, что эта дата важна. Мы ее не отмечали, широко отмечали работу. И, прежде всего, считаю это правильным. В этом году у нас много турниров, много соревнований, регионных на уровне Российской Федерации. В целом, сейчас проходит матч на переставле мира в Москве. Огромное событие для России. И я думаю, что это лучший подарок российской шахтовой федерации к дню рождения. Наш совет на работе два года. И мы вошли в нормальный рабочий рейд. Я думаю, что в целом мы смогли выстроить новую систему работы. Конечно, я надеюсь, сегодня о том будет сказано. Есть направления, по которым еще не достигнут успехов. Есть вопросы у многих региональных федераций. И мы готовы в диалоге и в сотрудничестве со всеми региональными федерациями двигаться вперед по этим направлениям. У нас есть конкретный план работы, который был одобрен на посетение председательного совета Федерации в ноябре прошлого года. Это программа развития шахтов в России, которая рассчитана на период до 2018 года. Она есть на сайте. Она есть в материалах съезда. И у меня просьба максимально активно и конструктивно обсудить эту программу и на съезде одобрить конкретный план действий. Естественно, живой документ должен постоянно изменяться с учетом тех обстоятельств, которые возникают в жизни, с учетом того, что происходит в шахматном мире. Но, тем не менее, как рамочный документ, как стратегический план работы на несколько лет вперед, мне кажется, его можно одобрить на сегодняшнем съезде. Основные направления работают всем известны. Сежде всего, это развитие массовых шахмат, привлечение в шахматный мир, в шахматную жизнь максимального числа людей по всем направлениям, начиная от детских шахмат, от школ до шахмат профессионального уровня. Задействование всех возможных инструментов, проходит турниров, ингредиентских школ, турниров как массовых, так и профессиональных, а также задействование современных средств коммуникации, включая интернет и телевидение. Сейчас матч на передаче мира, который проходит в Москве, транслируется в живую в интернете с живыми комментариями ведущих шахматистов по миру. Ежедневная аудитория этих трансляций составляет более 200 тысяч человек по всему миру. Это огромное число для такого рода трансляций, беспрецедентно большого числа зрителей. По мнению специалистов, которые работают в телевизионном мире, все, что больше 100 тысяч человек, число зрителей достигает такого уровня, это уже монетизируется. То есть, если мы будем транслировать турниры таким качеством и таким образом, с привлечением интересных коммуникаторов, то шахмат может стать телевизионным видом спорта. Это будет значить качественное изменение в этом вопросе. Мы сейчас вообще работаем на эту тему. За последние два года мы смогли организовать серию новых турниров. Прежде всего, это гран-при в России по быстрым шахматам. Расслиты прошли в нескольких регионах страны. В прошлом году только в рамках этой серии турниров приняло участие около тысячи спортсменов, а также несколько тысяч шахматов, те же дни, когда ходили в КССР, принимали участие в массовых соревнованиях. Мне кажется, это серьезное достижение, и мы видим, что шахматы пришли в те регионы, в которых раньше просто не было. Я считаю, что это действительно плюс к тому, что делалось раньше, и достижение, прежде всего, правления Российской Шахматной Федерации. Отзывы очень хорошие, и все больше регионы хотят проводить такие соревнования, такие турниры. В 2011 году у нее стоят два действия субъектов федерации. Мы хотели бы, чтобы система турниров развивалась, и считаем, что необходима большая координация по составлению календарю соревнований в рамках федеральных округов. У правления есть предложение по созданию представительств Российской Шахматной Федерации округа с главной задачей координации календаря соревнований. Предлагают обсудить сегодня наследие. Повторяю, это не означает замену нелегиональных шахматных федераций, это именно координация со стороны Российской Шахматной Федерации шахматного календаря, с тем, что были заключены те конфликты, те неувязки в вопросах региональных календаря, которые сегодня наблюдаются. Я очень хорошо вижу, у меня выступает масса песен, десятки песен каждый месяц от региональной федерации по поводу проведения разных турниров. Стыковка в рамках единого календаря – это несложный вопрос. Именно все возможно сделать из Москвы. Мне кажется, небольшое дополнение на уровне округов не помешает. Именно в виде представительства неуправляющих органов, то есть это не структуры, которые должны управлять региональным мешанком. Речь идет именно о стыковке технических предложений, которые живут по сооружению. Перспективным направлением моего предприятия является организация массовых турниров по разному уровню, и детских турниров, и группы турниров во время проведения крупных соревнований, которые проводятся в нашей стране. В Москве мы эту практику уже ввели в действие, и соревнования, которые проводились параллельно с мемориалом Батвинника. Сейчас самые различные соревнования, которые проводятся в параллельно с мемориалом мира. То же самое будет делать, когда проводится мемориал Таря в Москве в июне этого года. Мы считаем, что то же самое нужно делать и параллельно с проведением других группных соревнований в других регионах России. Должна быть возможность одновременно с наблюдением, как проходят турниры ведущих гроссмейстеров страны мира в разных городах, любителям шахматы и шахматистам чуть более низкого уровня играть рядом в тех же двадцать спортов, в гостиницах, где мы смотрим, где проводятся турниры, либо если это где-то на улицах, как я сейчас в Москве проходил, и с тем, чтобы интерес к шахматам был виден всем, чтобы как можно больше людей участвовали в этих соревнованиях. И также я обращаюсь к всем региональным федерациям на предновидение турниров в том числе и кубковых соревнований, я имею в виду кубок России, и я по быстрым шахматам заранее определять все необходимые регулярные нормы и следую тем правилам, которые определенные на уровне Российской шахматной федерации, не положениями, утвержденными Министерством спорта и туризма Российской Федерации. Четкое соблюдение регламентных норм, а также всех вопросов финансирования – это очень-очень важно. Кроме того, я обращаюсь ко всем региональным федерациям при рассмотрении вопросов о проведении международных соревнований, в том числе этапов Кубка мира либо матчей прецедентов, согласовывать эти вопросы с Российской шахматной федерацией, чтобы не создавать проблемы в октябре проведения интернета Российской шахматной федерации. Естественно, мы гордимся тем, что международные проблемы проходят в России, но здесь необходима более четкая кондирация на уровне Российской шахматной федерации, взаимодействие с ФИДа, с тем, чтобы не ехала различного рода. Что касается профессиональных шахмат, у нас есть хорошие результаты по поведенному правительству, прежде всего, в женских шахматах. Наша команда выиграла Олимпиаду в 10-м году, чемпионат Европы в 11-м году, чемпионат мира 11-го года наше сборное взрывало серебряные медали. Мужская команда взрывала серебряные медали Мансийски на шахматной Олимпиаде, но были и неудачи, в том числе на чемпионате мира Европы в 11-м году. В личных соревнованиях мы продолжаем удерживаться получать чемпионат Европы. Энди и коллега в этом году стал чемпионат Европы, а он начинал в женском турнире. И вообще наши фанциссы выступили очень удачными этих соревнованиях. Кроме того, в турнире претендентов будут участвовать три наших шахматиста, Валерий Крамин, Валерий Крамин и Александр Грещук. Надеемся на то, что они смогут побороться за право сыграть матч на первенство мира с тем шахматистам, которые в Москве выиграют эту память, кто заработает свою мировую шахматную корону. Ветераны наши продолжают стабильно выигрывать командные соревнования. Последние четыре года мы будем становиться чемпионом Европы. Валерий Николаевич Турчинский, действующий чемпион коммерции в 97-е годы. В дорочных шахматах Россия является действующим чемпионом мира Александр Асольевич Дронов и Ольга Халуна Сухарева. И также, действующий чемпионом мира является сборная России в представлении шахматных композиций. В личном зачете Иванович Перлаков является действующими чемпионами мира. Я думаю, что это действительно очень хорошие результаты. И так важно, что в первой десятке мирового рейтинга, в первых двадцатых, в первые сотни, наши шахматисты продолжаются доминировать. Это положительный факт. Надеемся, что это перерастет в качество с точки зрения выбивания командных медалей на разных соревнованиях. Система работы со сборными выстроена очень неплохо. Все под контрактами. Шахматисты действительно хотят играть за сборную. На всех турнирах видно желание убеждать. Видно стремление к тому, чтобы достойно представлять Россию для всех крупных соревнований. Надеемся, что появятся им победы. Также мы достигли хороших результатов с точки зрения проведения крупных соревнований. Я уже часть от них упоминал. Мы организовали матч президента в Казани. В России начался кумус на два этапа женского гран-при. Проведем ряд мероприятий еще на столице Батвитника. У матча на предсто мира я сказал. Естественно, всех приглашаем на мемориал ТАИ, который будет вступать в годы осенью. А в июне будут все ведущие гроссмейстеры, кроме тех двух гроссмейстеров, которые сегодня играют матчи на передство мира. Тем менее, это будет очень интересно. О финансировании было также все сказано. Со спонсами работать непросто. Особенно непросто это было с учетом той кризисной ситуации, которая сложилась в российской экономике. Тем не менее, поддержка хорошая сохраняется. Нам удается сбалансировать бюджет российской шахматной федерации. Ряд федераций по другим видам спорта даже завидует российской шахматной федерацией. Дальше годы везде 150 миллионов рублей удается набрать в федерации даже по достаточно популярным видам спорта. Конечно, существенная часть средств идет на проведение крупных турниров, но тем не менее, и для массовых турниров есть достаточно хорошее финансирование. Мы догадываемся всем спонсорам, которые оказывают поддержку. Я имею в виду и государственные компании, такие как «Албас-Антей», «Газпром», «ВТП», «Сбербанк», «ФСК», а также частные компании, в том числе «Альфа», «Банк», «Эксал» и многие другие наши партнеры. Бюджет федерации открыт для всех. Принимаю как замечание тот факт, что формальная смета не была опубликована. Тем не менее, бюджет таковой со всеми направлений расходов был открыт для всех и не является для никого секретом. что касается документов, мы с последним годом провели большую работу по формированию нормативной базы работы Шахтной Федерации, которые были отражены в докладе Ревизионной комиссии, будут рассмотрены. Если есть действительно такие пробелы, они будут устранены. Российская Шахтная Федерация успешно прошла аккредитацию Минспорт-туризма в 2019 году, впервые по новому требованию, который диктует закон о спорте, вступивший в силу с 2008 года. Это означает, что Федерация теперь имеет право проводить официальные соревнования с присвоением им соответствующего статуса и обеспечивает поддержку со стороны органов исполнения власти. Из региональной федерации Минспорта предоставал 24 федерации, 19, и тот, нормальный власти Субъекта Российской Федерации. Соответственно, у нас еще более половины регионов не прошли до сих пор аккредитации, и эту работу необходимо завершить в 2012 году. Я призываю всех это сделать, если необходима металлическая поддержка, техническая поддержка Российской Шахтной Федерации такую поддержку окажет всем региональным Шахтным Федерациям.